Всем привет! Сегодня хочу снять видео о покупочках в которых накопилось очень много не снимала такое видео не знаю месяц, наверное, может чуть поменьше видео будет поделено на несколько частей, потому что что-то было из интернет-магазинов, что-то еще начну не затягивать первая покупка в магазине, все в том же любимом в своем сети-маркете у дома купила себе такой парфюм от Essence изначально, правда, этот флакончик он был закручен другой крышечкой а, не знаю, как это назвать вот эта вот конструкция, она лежала отдельно вот такой вот аромат ой, что-то не то показываю от Circus Circus, напоминает мне какой-то какой-то известный парфюм я, не знаю, мне кажется даже, что у меня что-то похожее уже было в общем, они стоят 499 рублей очень приятные духи не пахнут спиртом отлично держатся, как бы не знаю, мне очень нравится единственное, что, конечно, не очень удобно будет сумки носить из-за вот этой вот системы потому что в любом мире можно будет нажать но я думаю, что это не проблема а следующая покупка это я заказывала уже в группе ну, тоже продается в магазине на самом деле это Catrice Photo Finish Liquid Foundation я еще покупала матовую основу матовая как-то она что-то там для мат она мне не сильно понравилась она вообще у меня ничего не матировала и плохо держит ну, как-то не в общем, и для моей кожи я дала ее маме она ей очень понравилась потому что у нее кожа нормальная не жирная вот, а это вот такая вот фотофиниш 18 часов в оттенке 0.10 но как уже сейчас мне кажется по крайней мере с консилером было так что на 20 оттенок он светлее 0.10 я думаю, что и с новым кремом та же ситуация данный крем мне очень нравится он безумно похож по свойствам с Lancome Taint Miracle просто они не знаю они, конечно, не против близнецы вроде внешне похожи но их свойства вот видите я уже так активно пользуюсь использовалась то, конечно, им жалко конечно, он не очень экономично расходуется потому что я лично ношу кистью кистью идеальное нанесение просто фантастическое с нанесением руками просто несравнимо вот, сейчас я все ношу такая Art Deco Powder Brush шикарная кисть вот цена тоже не знаю там разница где-то сколько у них разница ну раз пять, наверное в цене разница есть долго держится просто вот эта более кремовая как бы такая текстура вот здесь более жиденькая и здесь есть дорожающие частички здесь нету а в остальном держится хорошо ложится хорошо долго не блестит кожа долго держится ну не знаю больше понравилось советую следующая была покупка тоже я заказывала в группе Beauty Home где все это Essence Catrice потому что в магазинах эта палетка не представлена там представлены всего лишь два вида такая желтенькая палетка и коричневая они тоже красивые но уж куда столько так вот открываем ее и здесь находится у нас шесть оттенков теней и двое румяшек потрясающие по пигментации тени румяна очень интересные оттеночки надеюсь что со светом будет лучше чем обычно уже на улице темнеет как всегда я под этой лампой снимаю румяна в двух оттенках такие персиковые и более такие потемнее с золотистым шиммером вот я влюблена вот в эти вот синие тени просто это моя любовь так это лампа дурацкая но вот тени так дальше я делаю может быть так давайте пробуем так вот такие вот тени очень красивые очень красивые оттенки они все такие как сказать мягкие мягкие запигментированные классные и плюс здесь еще маленький карандашик и такая спонжик с кисточкой хороший хороший полет мне нравится дальше вот откладывать а то я запутаюсь дальше заказывала такую как это бальзам блеск помада сразу из коллекции рубин месседж очень приятный аромат такой вот кораллово-розовый какой-то оттеночек очень интересный бальзам должна была прийти смс да когда я снимаю видео что-нибудь должно произойти в общем такой оттенок очень классный мне очень нравится она такая мягенькая запах потрясающий что было дальше дальше я заказывала такую базу от катрис eyeshadow base такая маленькая симпатичная со спонжиком что очень удобно потому что моя база от urban decay безумно неудобно вот это вот выдавливать размазывать тут как-то уже вот она обычно такая кремовая светлого оттеночка очень хорошо на ней держатся тени не знаю мне она понравилась вполне тоже я не пробовала от essence я думаю что они в принципе похожи не знаю как бы не уступают urban decay вообще дальше что было дальше вот такие были духи от Zara Blueberry у меня такие же есть Black тоже маленькие они 1499 рублей в Zara обычно на кассе стоят есть побольше у них флакона но уже другие там ароматы других серий где-то 1000-1500 они стоят большие и вот такая серия небольших ароматов есть запах вишни шоколада и вот голубики это как бы новая серия вышла есть такие стандартные как бы женские ароматы флакончик абсолютно такой обычный ни на что не претендует запах потрясающий ягодный такой нежный этот аромат мне безумно напоминает такое вот яблочко одна на Коран Нью-Йорк фиолетовое прям они друг у друга позаимствовали но это даже мне больше нравится более приятный аромат ну и цена тоже отличная следующая покупка подарок просто это мне папа привез скорее я забыла вам в том видео показать об этом аромате и многие потом меня спрашивают что видели в твиттере это такой аромат от Гуччи новинка флоровой Гуччи с ароматом магнолии потрясающий аромат я просто влюбилась в него остальные два мне тоже нравится но не так сильно именно запах магнолии жасмина не за что-то такого нежного просто запах жасмина это мой самый любимый такой красивый флакончик голубая водичка не знаю ну надо нюхать это моя любовь очень приятно ну уже кстати сколько где-то месяц полтора они продаются я говорю в Гоше в Вильтуаре дальше дальше покажу гель на душу купила от Вилла Эвелина Вилла кокосовый кстати я никогда не видел гель на душу но вот в этом магазине в котором я открылась у дома вот представлены кстати много ароматов и это аромат кокоса оно потрясающе не сладким какой-то здесь почему-то с чем-то он изображен хотя написано что это просто кокос а нет написано мотка манго ну да как будто кокос с мангом классный гель на душу вкусно пахнет что было дальше дальше купила по многочисленным хвалебным отзывам и в пустых баночках я у девчонок видела и в покупках вот этот вот шампунь от 100 рецептов красоты перцовый для укрепления волос он всем понравился потому что он пахнет кока-колой и на самом деле а знаете это это не прям такая чистая кока-кола это есть знаете такие вот всякие газировки ой байкал вот запах газировки байкал или какой-то знаете кока-кола немножко переделанный вот есть там делают какие-то российские компании но классно классно чем пахнет попробую такой вот шампунчик сегодня да вспомнила как раз была в магазине думаю надо надо приобрести дальше пенка для умывания черный жемчуг с биоэкстрактом ланг не знаю просто думала по умывалку купить увидела это новенькое попробую интересно лацико с черным жемчуг прям развивают развивается компанию что-то новое потом купила такую маску салициловая маска с глиной такой же у меня есть тоник от этой фирмы очень мне нравится этот тоник у меня там он для комбинированной кожи для жирной маски активно вытягивает загрязнение подсушивает кожу препятствует не к нам проще ну в общем все что надо ну знаю попробую как-то мне эта фирма понравилась неплохая там у них цены вообще 80 рублей 90 100 тоже продается сети маркетинг купила еще вот такую штучку салициловый гель против угрей и прощения боремся боремся совсем боремся тоже попробуем ну не знаю как-то даже вызывает мне доверие этот фирм вот такой вот гель потому что гель от клиник который у меня есть ну как-то не знаю нет от него никакого толку следующий купила такой карандаш для губ от Катарис такой же есть у моей мамы я как-то у него видела ну как на руку нанесла мне этот оттенок понравился у меня вообще в принципе нет ни одного карандаша для губ кроме позачного от Ардако вот такого и то я ими пользуюсь ну и что-то мне стало интересно решила я вот себе приобрести такой вот немножко вот так конечно я держу вообще ничего не немножко такой рожеватый оттенок у него рожевато-бежевый интересный такой неплохой оттеночек выкручивается моя мама сказала что даже с люксовыми там с другими карандашами сейчас ее самый любимый да и можно поверить у нее очень много карандашей для губ вот так что посмотрим разумеет помада такого цвета что-нибудь придумать купила я масло жасмина тоже в тему того что люблю этот запах но опять-таки добавлять в мыло недавно мыло сварилось с кокосовым маслом по отзыву Даши леди леди что там ДГ-87 Юкраин очень сложный Дашу тяник вот насмотрелся ее видео про вот этот вот тинт решила тоже купить его в таком оранжевом оттенке пока еще не пробовала но какой-то странный он абсолютно новый но как-то как будто он не весь вот флакон у него заполн кого-то вот так где-то в общем они в этом суть он сам по себе сначала такой оранжевенький а что будет потом я не знаю ну вот сначала он оранжевый а потом 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 я проверю интересно конечно так тоже он был в трех оттенках вот еще вот и и и мое любимое средство я купила которое уже у меня есть ну в другом оттенке ладочка мне присылала его решила я купить вот в 010 оттенке посветлее тот как бы более такой оранжеватый рыжий ну скажем так тот больше как бронзер а вот это больше как румянутки персиково-бежевые оттенки ну потрясающе это столько мягкий продукт я в него вообще я влюблена в него этот продукт мне очень нравится ничего не видно что же мне делать опять меня все будут ругать в общем такой он средненький средненький персиковый очень нравится я удивлена прям этим продуктом так что было дальше дальше был небольшой заказик с бьютибея все знают этот сайт ну какой-то заказ знаете что-то было не очень хороший ну шло все как обычно но что-то я не очень довольна в общем заказ в принципе делался вот ради этого лака попросила мне маму заказать это из голландской коллекции Гауда Гауда Тушус ну такой вот какой-то он знаете тут его и не покажешь такой это оранжево-бежевый и в общем с золотым отливом на свотчах он казался просто шикарным и шедевральным но на деле шиммера не видно никаких переливов не видно но это самый обычный лак оказался я не знаю теперь там думаю продать его или обменяться на что-то ну просто я им краситься не буду но ногти красить не буду маме он тоже не понравился ну такой ни о чем короче вот еще заказывали базу от Urban Decay но она какая-то очень странная она просто очень жидкая она как будто знаете разделилась вода с самим средством маме заказывала тоже базу но какая-то она не знаю подозрительная я заказала себе вот такую пудру от Urban Decay Death Leak Matifying Powder очень красивый дизайн просто как бы ну такой спонжик здесь в общем пудра эта белая я про нее читала много отзывов просто обычная белая пудра скажу что да она неплохо матирует но она очень сильно спрессована вот здесь ну конечно ее не видно она просто прозрачная очень сильно спрессована конечно она из-за этого она экономичная но вот та корейская пудра про которую я вам рассказывала от Etude House она мне конечно нравится намного больше ну это такая она тоже хорошая но та лучше как бы я и пользуюсь ни в чем ну пока не знаю я не могу ничего такого восхищенного про нее сказать что дальше у меня было из-за этого купилась такую кисточку от Essence вот эта вот всем тоже известная кстати неплохая кисточка очень удобно все прорисовывать вполне дальше купила карандашик от Essence из любимой серии Long Lasting очень нравится эта серия есть такой фиолетовый карандаш кстати вот в прошлый раз заходила не было фиолетовых сейчас завезли даже фиолетовый с таким очень красивым переливом это вот коричневый Hot Chocolate он просто коричнево-матовый такой яркий цвет как бы хорошо его наносится очень нравится карандашики удобно просто вот даже удобно его наносить дальше купила себе кремовые тени от Catrice Made to Stay я сейчас просто влюблена в кремовые тени от Chanel и вот думаю если приобрести еще один оттенок ну может если сниму видео фаворит то расскажу ну и вот теперь решила пробовать от Catrice может быть они будут не хуже чем Chanel такой вот яркий сейчас покажу бронзово-золотистый оттеночек с отливом каким-то переливом довольно так интересный ну пока что не пробовала не могу ничего сказать так что было дальше дальше я купила такой желтый Lacritte Essence в оттенке 51 Меллоу-Еллоу что это как-то винный я вообще уже не знаю даже вот он такой желтенький купила себе лаковый блеск решила попробовать но я еще даже вот видите его не открывала стало мне интересно думаю все рассказывают показывают сама даже я отправила ладить такой блеск ну ну ладно надо мне тоже попробовать это 05 оттеночек такой не знаю красивый розовый пробую купила себе подводку вот эту вот мне очень понравилось только в черном оттенке такая же у меня была в бронзовом но эта подводка она ужасна просто мне придется на самом деле ее выкинуть она просто как вода потому что видите прямо на блесе она как вода и спонжик какой-то мне попался очень неудобный я сегодня даже вот накрасилась и пришлось все стирать потому что он очень толсто рисует и она безумно жидко она прям начинает течь так что это придется к сожалению выкинуть мне повезло с такой вот и тенюшки от Vivienne Sabo на давние такие две покупки были никогда просто ничего не пробовала от Vivienne Sabo очень хорошие тени тоже 05 оттенок просто такие светлые базовые такой цвет шампаун такой безумно мягкий безумно пикментированный очень нравится оттеночек такой синидер просто переливаются себе переливаются потрясающе вообще я просто влюбилась в эти тенюшки может быть даже посмотрю в каких-то других оттенках вот такие были покупочки надеюсь вам понравилось оставляйте свои комментарии подписывайтесь всем пока